полностью приподняли сруб докрутили винтовые сваи снизу делать обвязку и уже на эту обвязку опускать сруб и мы на срубе поставили компенсаторы усадки когда он будет опускаться со стороны чердака надо будет подкручивать пишите в комментариях я очень люблю прислушиваться к нормальным дельным комментариям всем привет с вами канал живая русская баня меня зовут владимир фремов и сегодня у нас ну такое обзорное видео я прилетел с москвы и у меня сегодня день вот я езжу по объектам смотрю что у нас за этот день сделалось вот сейчас мы приехали на объект где мы собираем баню баня еще в процессе и я вам расскажу про баню срубленными фронтонами какая у нее есть особенность при монтаже кровли это вот не то баня которая у нас сейчас стоит на сзади на фоне это баня соседей пойдем сейчас туда развернемся я вам здесь покажу смотрите человек у нас заказал сруб монтаж данной бани еще по осени фундамент у него несколько нестандартный фундамент получается 6 на 6 а и мы не могли взять стандартные бревна 6-ти метровые потому что у него сруб срублен в чашку соответственно у него есть выходы и эти выходы получились что бревна нам нужны были 6 половиной на 6 половиной ребята нам срубили срубы кстати про срубы сейчас немножко тоже поговорим про срубы скажу суп у нас получился 6 половиной на 6 с половиной вот с такими вот слегами с выходами здесь будет как бы такой навес вы выходящие полностью выпустили бревна так вот что я хотел здесь сказать видите здесь у нас срубленные фронтоны и у крыши которая рубится срубленными фронтонами есть небольшая разница от того если бы сруб был срублен просто ну вот по кругу везде одинаково и мы вы просто ставили стропила когда сруб срублен просто в колодец и на него ставятся стропила то оставить скользящие опоры не нужно так как крыша оседает вместе с самим срубом а здесь получается верхний конек вот верхний стропила будут ложится на верхний брус от который у нас расположен сверху нижние нижняя часть будет ложиться на верхнюю обвязку самого сруба и фронтон у нас тоже будет давать усадку и стропила соответственно будут немного расползаться Для того, чтобы вот эта вот усадка проходила нормально, чтобы он у нас на стропилах не завис, нижнюю часть стропил мы будем ставить на скользящие опоры, чтобы они у нас могли проскальзывать. Но когда будем крышу строить, я это обязательно покажу. Просто имейте ввиду, что если вы заказываете рубленные фронтоны, то система самой стропильной системы достаточно сильно меняется. Так вот, давайте здесь по срубу немножко пробежимся. Сруб здесь у нас с диаметром до 35, 6,5 на 6,5. Заказчик сам здесь сделал ленточный фундамент. Внутри там частично сделана плита. Сейчас вовнутрь я не смогу залезть, там много снега навалено. Смотрел наше видео, сделал вот систему вентиляции, так как мы обычно делаем. Внутренних стен здесь нет, внутренние стены будут делаться позже. Скорее всего он сам будет делать. Вот сейчас мы сделали, поставили саму коробку. Сейчас в конце месяца будем делать... Солнце светит прямо в глаза. В конце месяца будем делать кровлю на эту крышу. Это я все покажу. Ну в общем, вот таким вот образом выглядит вот то, что есть сейчас. И что я хотел еще сказать по срубам. Сказал вам, что по срубам буду говорить. Ездил в Москву и мы для Москвы искали подрядчиков, кто нам будет рубить срубы. В общем, мы начали заказывать срубы в Вологде. И сейчас проехали рубщиков, которых мы как подрядчиков выбираем в Вологде. У них настолько интересные и красивые срубы, что у меня появилась мысль из Вологды начинать срубы возить сюда. Потому что такого качества я здесь в Челябинске найти не могу. Но они получатся чуть дороже, чем в Челябинске. По цене они в Вологде точно такие же, как и в Челябинске. Но вот доставка от Вологды до Челябинска составляет где-то в районе 60-60 тысяч рублей. Но если везти, допустим, два сруба одновременно, можно в одном лесовозе, в одной фуре привезти сразу же два сруба. То эта сумма разлетится на две бани. И разница получится не такая большая. Мне вот интересно, а готовы ли заказчики будут переплачивать там порядка 5-7-8% от стоимости целиком бани. За то, чтобы им привезли более качественный сруб. Ну ладно, про срубы я полностью вам рассказал. В общем, баня 6,5 на 6,5. В следующих видео я обязательно покажу, как мы ее будем дальше строить. Как мы будем ставить стропильную систему. Как эта баня уже будет выглядеть здесь по финишу. Сейчас поедем дальше. Еще моменты покажу из сегодняшних наших поездок. В общем, смотрите видео дальше. Будет интересно. Вот я сейчас заехал на объект. Он идет у нас в процессе еще. Ну и просто хотел показать. В общем, что у нас было изначально на этом объекте. Когда мы приехали сюда, у заказчиков уже стоял вот этот вот сруб. Ну и достаточно маленького диаметра бревна. Не знаю, сколько лет он стоял, но выглядел очень страшно. Нам изначально хотелось вообще снести его и нормальный сруб сюда поставить. Но они попросили восстановить его. Я вам сейчас на фотографиях покажу, как это изначально выглядело. И вот сейчас мы, получается, этот сруб отшлифовали. Но помимо этого сам сруб был очень низкий. Там высота потолка вообще вот так вот в лоб уходила. Нам пришлось его задомкрачивать. Он, кстати, стоит на винтовых сваях. Нам пришлось его задомкрачивать. Снизу делать обвязку. И уже на эту обвязку опускать сруб. Пристрой мы тоже сделали так же 3х4. Вот баня сама 3х4 сруб. Пристрой 3х4. И дальше у нас еще идет терраса 2х4. Докрутили еще винтовые сваи. Поставили каркасный предбанник полностью утепленный. Но смотрите, есть такой момент, что каркасный предбанник у нас не будет усаживаться. А сруб у нас все равно еще будет садиться. Хотя мы его сейчас проконопатим. Хоть он и стоит уже давно, но он все равно будет усаживаться. Я сейчас покажу, как у нас стоят компенсаторы усадки. Вот сам сруб у нас стоит здесь еще на компенсаторах усадки. Чтобы когда будет происходить усадка, их можно было подкручивать. Мы их сделали скрытые. Со стороны чердака их надо будет подкручивать. Ну, в общем, человек будет туда заходить, заказчик, и подкручивать его, чтобы сильно не перекосило. Ну, так как он стоит уже давно, сруб уже усохший такой, он не будет давать достаточно сильной усадки. Изначально был сруб. На этом срубе стояла крыша. Вот там, кстати, лежит старая металлочерепица. Мы ее убрали в сторону. В общем, была металлочерепица. Мы ее сняли, убрали, полностью приподняли сруб, докрутили винтовые сваи, поставили каркасный предбанник, поставили террасу. Накрыли это все одной крышей с металлочерепицей коричневого цвета 8017. И пойдемте сейчас пройдем вовнутрь, посмотрим саму конструкцию, как это, что и делалось. Так вот, сначала у нас баня, это будет начинаться с террасы. Сделали, кстати, такую вот ступеньку, достаточно комфортную, чтобы спокойно по ней было подниматься. Не резко, она широкая и с пологими ступеньками. И получается у нас терраса, чтобы люди здесь могли спокойно сидеть. Терраса 2 метра. И вот так вот в длину она на 4 метра. Столбики все отшлифованы. И когда пиломатериал идет из-под ленточной пилы, он все равно такой шершавый. Ребята это все отшлифовали, чтобы не было ни занос, ничего. Наружная часть вот этого каркасного предбанника у нас сделана блокхаусом. Внутреннюю часть уже сделали из вагонки. Внутри у нас утепление 150 миллиметров. С наружной стороны у нас здесь вот за блокхаусом идет ветрозащита. И пойдемте сейчас зайдем вовнутрь. Так, пока вовнутрь еще не зашел, здесь немножко покажу. На террасе пол сделали с щелями. Чтобы нормально все проветривалось. Что здесь сосновая доска лежит, чтобы она не запривала. Сделаны щели. Ну и люди, когда с грязными ногами сюда заходят, все равно камушки, не камушки. Взяли их в щелки и стряхнули, он туда ушел. Нормально чистенько будет и проветриваться хорошо будет. Вот сейчас ребята здесь у нас делают, ну внутреннюю часть уже начали делать. Стены обшиваются вагонкой. Здесь идет вагонка обычная сосновая. Полностью все утеплено. Потолок у нас утеплен. Стены на 150 утеплены. Пол на 150 тоже утеплен. И набит пока черновой пол. Получается, вот на этот черновой пол у нас будет, здесь пол будет теплый. Здесь будет ложиться инфракрасный теплый пол и потом уже сам чистовой пол будет делаться. Так, ну дверка здесь получается достаточно маленькая. Надо будет так оп пригибаться. Но это из-за того, что здесь и сруб очень низкий. И здесь внутри у нас получается разделено на два помещения. Вот это вот будет моечное помещение. По периметру я вам уже говорил, сделаны винтовые сваи. Внутри залиты бетонные столбики. Вот здесь вот у нас бетонные столбики. Мы на них будем опираться. Будем здесь делать систему слива. Внутри будет утепляться сначала. Так же как в предбаннике. И будем делать систему слива. Я вам покажу ее в другой бане. Либо здесь, когда будем делать, чтобы было более наглядно. Внутри каркасные перегородки. Чтобы каркасные перегородки у нас тоже не мешали усадке сруба. Видите, у нас здесь сделано на прорези. Чтобы саморез не проваливался, мы еще из чего под руками было, уголки разогнули. И поставили как такие площадки. Получается, когда у нас сруб будет усаживаться, у нас каркасная перегородка будет оставаться на месте. А сруб будет, соответственно, проскальзывать. И вот в этом вот месте мы будем еще делать обварку под место для печи. Ну, то, что здесь будем делать дальше, я буду показывать. Давайте я вам пока покажу, как у нас сделаны компенсаторы усадки. Так, и по компенсаторам усадки. Как я уже говорил, сруб у нас будет давать усадку, а каркасный предванник не будет давать усадку. И мы на срубе поставили компенсаторы усадки. Когда он будет опускаться, со стороны чередака надо будет подкручивать болты и приподнимать саму крышу, соответственно. Ну, мы это, конечно, все проконопатим. Обратите внимание, какие здесь щели еще остаются. Ну, сруб старый, диаметр маленький. В принципе, ничего страшного, хорошенько проконопатим это, ничего сифонить никуда не будет. Если видео было полезно, если есть какие-то, может быть, у вас комментарии, что нам здесь сделать, как нам здесь, может быть, сделать по-другому, исходя вот из этих вот щелей на самом срубе, пишите в комментариях. Я очень люблю прислушиваться к нормальным дельным комментариям, так что я их все читаю. Даже если не отвечаю, я просто не успеваю отвечать. В общем, если видео было полезно, если хотите посмотреть, как мы доделаем эту баню, подписывайтесь на канал, ставим палец вверх. Всем пока!